Всем привет! С вами свежий выпуск дайджеста 4GamerUpdate и сейчас мы расскажем о самом главном, что случилось в игровой индустрии за последнюю неделю. Новости, скандалы, интриги, расследования, все вот это. Вы и так все прекрасно знаете. Погнали! Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсон на конференции UBS Global сообщил очень интересную новость. Оказывается, Электроники совместно с еще одной неназванной компанией работают над стриминговым сервисом и собираются запустить его буквально через 2-3 года. И тут возможны два варианта развития событий. Вариант номер один. Электроники собираются запустить самостоятельный большой стриминговый сервис и конкурировать с Твичом и Ютубом. И по мощам Электроникам это вполне им по плечу. Это был бы интересный вариант развития событий. Но скорее всего они пилят просто свой стриминговый сервис для Ориджина. И чтобы игроки, которые играют в игры Electronic Arts, могли внутри этой сети делиться записями и стримингом геймплея. И эта история на самом деле не то чтобы очень интересная, потому что стримить там можно будет только игры Electronic Arts. И не совсем понятно ради каких плюшек нужно будет смотреть игры именно там в Ориджине, а не на Ютубе, на Твиче или где-нибудь еще. Ждем подробности. В то время как одни компании, я не буду показывать пальцем в сторону, Activision патентуют системы матчмейкингов, в которых опытных игроков, которые постоянно донатят в игре, скрещивают с желторотиками, которые в эту игру только пришли, в результате чего опытные игроки получают удовольствие от того, что они нагибают новичков. А новички наоборот пищат рвутся на части и некоторые из них задумываются, может быть мне пойти задонатить? Так вот в этот момент другие правильные компании, например Valve, продолжают развивать свои собственные системы матчмейкинга. Так вот обновленная система Trust Factor будет учитывать какие игры в стиме вы играете, сколько времени вы в них проводите, насколько успешны вы в этих играх, как вы социально ведете себя в стиме. И в CS GO будет подбирать вам напарников с похожими интересами, с похожим игровым опытом, с похожими социальными активностями. И очень приятно, что в этом мире остаются компании, которые заботятся в первую очередь об игроках, а не о собственном кошельке. Крайне забавный казус произошел с Министерством обороны Российской Федерации. На их сайте появилась заметка, из которой следовало, что войска США помогают отрядам GIL, запрещенной в России организации. И к посту была прикоплена фотография, в которой пользователи неожиданно узнали скриншот из мобильной игры Gunship Simulator. Министерство обороны быстро убрал исходный пост. Нашло виновного, это был некий гражданский, который этот пост собирал. Его там как-то наказали. Через некоторое время на сайте появилась уже нормальная фотография, которая вот доказывает все то, что она доказывает. Но пользователи сети, естественно, подхватили это все и разодрали буквально на мемы. Вот, мемы выглядели следующим образом. Ставился какой-то очевиднейший скриншот из игры, под которым была какая-то серьезная надпись, что же этот скриншот доказывает, какое событие в реальном мире. Реально получилось очень смешно, но в целом удивляться ситуации не стоит. Очень часто различные государственные организации, далеко не только российские, попадают в такие казусы и публикуют скриншоты из игр, говоря, что это настоящие фотографии с боевых действий. Как у них такое получается, я, честно говоря, представить себе не могу. Близзард не упустили случая пошутить над Electronic Arts, в связи, естественно, со скандалом по поводу микроплатежей и pay to win в Battlefront 2. В твиттере второго Старкрафта, который совсем недавно перебрался на free-to-play рельсы, появилось сразу несколько постов. В духе number of pay-to-win mechanics in StarCraft 2 – zero, number of hours before you can play any co-op commander in StarCraft 2 – zero. И так далее. В общем, Близзард знатно патролили электроников. I'm getting wrecked. Can't I buy some stronger units? На сайте The Game Awards появился список игр, входящих в самые разные номинации одной из самых главных игровых премий года. Напомню, что The Game Awards – это премия, которая выдается по итогам голосования представителей прессы самых разных стран. Но, помимо этого, и обычные игроки могут заходить на сайт, голосовать за игры, и 10% голосов в каждой номинации будут обеспечены именно интернет-голосованием, а 90% соответственно голосованием вот этого небольшого числа критиков. Привет, я ностальгирующий критик, и я помню то, что вам не обязательно. Подбор игр в этот раз, ну, достаточно логичен. У меня практически ни к одной номинации нет претензий, кроме одной. И это самая главная номинация – игра года. Там представлена новая Зельда, новый Марио Одисси, и это максимально логично. А вот Persona 5, Horizon Zero Dawn и, простите, PUBG, при отсутствии Вульфенштайна, Прея… Ох, было множество хороших игр, которые бы хотелось увидеть как минимум номинантами на лучшую игру года. Game Awards организует и проводит Джефф Кейли, это известный достаточно журналист и телеведущий. Но к премии всегда было ряд претензий, связанных с тем, что всего лишь 50 человек по всему миру выбирают самые главные проекты года. И в противовес Джеффу Кейли компания Database проводит свою собственную премию Global Game Awards. И вот там все игры выбирают обычные пользователи голосованием на сайте. То есть пользователи на 100% влияют, какие игры они считают самыми важными в этом году. Туда тоже можно заходить уже и голосовать, а потом, когда результаты будут подведены, все это произойдет в начале декабря, сравнить, насколько мнение основной массы игроков совпадает с мнением игровой прессы. Иногда результаты прям диаметрально противоположные. Пользователь с реддита Дес Вергебен озвучил крайне интересную информацию. По его данным, на Sony Experience 2017, от которой сейчас толком уже никто ничего не ждет, потому что Sony заявили, что не будут там проводить свою конференцию. И все решили, что никаких громких анонсов не ожидается. Так вот, по его мнению, на Sony Experience 2017 компания анонсирует Devil May Cry 5. И это означает, что конференция-то заиграла совсем другими красками. Потому что, скорее всего, на ней еще покажут дополнительный геймплей God of War. И, вероятно, покажут геймплей, анонсированный недавно Ghost of Tsushima. Ага. Почему мы доверяем мнению какого-то пользователя с реддита? Он и до этого устраивал самые разные инсайдерские сливы. И практически никогда не ошибался. Более недели назад он сообщил, что в ближайшее время в Injustice 2 анонсируют черепашек-ниндзя. Прошла неделя, черепашек анонсировали. Так что ждем анонса Devil May Cry 5. А теперь парочка киноновостей. Разумеется, киноновостей про игры. Телекомпания Fox 21 вместе со стрим-сервисом Hulu собирается снимать сериал по Hitman. И тут есть хорошая и плохая составляющая новости. Хорошая заключается в том, что пилотный эпизод шоу собирается написать Дерек Колстед. Это сценарист Джона Уика. Это прям очень хорошо. Плохая новость заключается в том, что продюсером, помимо самого Колстеда, будет выступать Адрия Наскария. А это, если что, человек, который спродюсировал Hitman 2007-го и 2015-го годов. Напомню, что оба фильма были, мягко говоря, неалё. На мой взгляд, откровенно неудачные. И вот как сплетется этот тандем и насколько качественный сериал они смогут сделать, очень интересно будет посмотреть. Если честно, вот Hitman это такая франшиза, по которой можно делать гениальнейшие фильмы и сериалы. Господи, отдайте эту франшизу Нолану и позовите на главную роль Джейсона Стэттема и получится отличнейший фильм. Ох, очень жаль, что продюсер числится человек, который вот сделал два неудачных фильма. Но будем надеяться на лучшее. Wall Street Journal сообщили крайне интересную новость. По их информации, Nintendo ведёт переговоры с Illumination Entertainment и Universal Pictures о съёмках полнометражного мультфильма по вселенной Марио. Когда журналисты задали каждой из компаний вопрос по отдельности, действительно ли такие переговоры вернутся, им ответили, что мы не комментируем ситуацию. Так что с большой вероятностью это правда. Illumination Entertainment это компания, которая в своё время сняла гадкого я и миллионов. Но тут такие Universal Pictures вы и так прекрасно знаете. Новость на самом деле потрясающая, потому что за всю историю Марио по нему не было снято ни одного приличного мультфильма или фильма. В 93-м году вышли Super Mario Bros. Фильм, который провалился в прокате чудовищно, но при этом вошёл в книгу рекордов Гиннесса как первый фильм по игре. При этом по Марио нельзя снимать такой откровенно детский мультфильм. То есть какой-нибудь уровень Angry Birds, например, или Emoji не подойдёт. А Illumination Entertainment это та самая компания, которая может сделать такой злободневный мультфильм с чёрным юмором. Поэтому ждём подробности и очень ждём сам мультфильм, собственно. На этом всё. Если выпуск вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы вовремя приходили оповещения и оставляйте свои комментарии. Следующий выпуск Fogamer Update выйдет ровно через неделю в следующую пятницу в промежуток между 6 и 8 часами вечера. Всего доброго, отлично проведите выходные и играйте в хорошие игры в конце концов. Субтитры подогнал «Симон»!